Добрый день. Знаю, что нормальные люди уже готовятся к Новому году детским утренникам. Нормальные это те, которые гражданские сейчас. Нормальные те, которые рисковые защищают спокойствие гражданских на фронте. Депутаты у нас разбрелись на каникулы кто куда, кто на округ, кто по Мальдивам. Хотел об этом немножко поговорить. Я сейчас нахожусь в Тбилиси. В принципе, мне так и не удалось отсюда уехать, потому что все это время вместе с адвокатами боремся за освобождение наших украинских добровольцев, которые здесь арестованы уже почти 23 дня. Это тюрьма Матросская. Это политическая тюрьма, где находится бывший министр обороны, бывший премьер-министр Грузии. Ну и часть наших ребят здесь находится. Что за это? Принесли им передачи. Сейчас пошел их навещать адвокат. Что за все это время произошло? По большому счету ничего. То есть ведем юридическую борьбу. Выяснилось, что половина вещественных доказательств уже уничтожена следствием. То есть там были якобы гранаты у каждого по штучке под подушкой в гостинице. Значит, и требовал адвокат, защита, чтобы сняли отпечатки пальцев, проверили. Потому что, ну, ребятам подкинули все это, там нет их отпечатков пальцев. И следствие для того, чтобы проверить, насколько вообще эти гранаты боевые, их поподрывали. По остальным патронам автоматным, без автоматов, каким-то ржавым конструкциям во времен Второй мировой войны, то ли Парабеллум, то ли еще что-то, я так и не понял на картинке, назначила защита уже экспертизу, чтобы доказать, что нет там никаких отпечатков пальцев. Все бы хорошо, да, к сожалению, в первый день задержания у ребят под видом проверки ротовой полости, у них там взяли слюну незаконно без решения суда. И адвокаты очень беспокоятся, что потом это все окажется на вот этих всех фейковых их них оружий, которые их якобы нашли. Ну, кто не знает, якобы все это нашли в гостинице, в центре города, где они жили, и куда имели доступ и администратор, и партия. Ну, следили за ними с самого первого дня, и поэтому ответить на вопрос, где же они достали это оружие, следствие не может. Поэтому перебивается больше фейками. Запускают телевизионные программы ПТРК Украина, ублюдка Ахметова, запускают здесь перепоказы в Грузии, проституток в погонах, типа бывшего моего заместителя и того же самого, всей той же самой Камарильи. Все обвинения существуют исключительно в телевизионном формате. На самом деле никаких доказательств нет. Ребята находятся под арестом до середины января. Мы продолжаем здесь бороться. Вот здесь как раз жена одного из наших бойцов, позвонок Якут, Оля. Сейчас приедут, я думаю, еще несколько человек их навестить. Передаем книжки украинские, передаем то, что требуется. Что касается самой ситуации, я абсолютно уверен, что их невиновность будет доказана, потому что масса людей, которые с ними общались, готовы дать показания. Они приехали к своим попротивам боевым, которых не видели 3 года, с которыми воевали на Донбассе за Украину. И каждый день они с ними были в какой-то новой семье. Ну и как обычно, в каждой семье по 7, по 8, по 10 человек. Все готовы свидетельствовать, но, к сожалению, сейчас это дело пытаются использовать против местной оппозиции. Для того, чтобы показать, смотрите, украинские снайпера с ржавыми парабеллами приехали здесь устроить провокации. Никаких Майданов в Грузии нет, никто тут никаких акций не проходит, никаких акций ребята не посещали. Поэтому все это существует, давайте пропустим машину, исключительно в телевизионной плоскости. Ну и то же самое, вспомните, как нас на Грушевского, когда был антирекравационный лагерь, когда был революционный лагерь в начале этого года, пугали грузинскими снайперами на Майдане, какие-то утырки с Италии рассказывали, что это снайперы Саакашвили, которые убивали вместо беркутовцев, майдановцев. Поэтому стандартная путинская технология. Грузин пугать украинцами, украинцев пугать грузинами. Пугать население, чтобы оно выбиралось двух зол меньше. Чем страшные добровольцы и там, и там, чем страшная оппозиция в Грузии и Украине, давайте лучше будем сжаться к нашим ворам, к олигархам, к тем, кто разворовывает страну, кто ее предает, они-то не страшные, по ним целые медовые реки текут с самого начала. Также съездил в Зугдиде, навестил семью нашего боевого товарища Луки Чхетия, это грузинский гражданин, который, в принципе, и приглашал ребят к себе домой. Значит, семья была его очень рада, они тоже верят, что Лука выявит на свободу. Очень плохо, что наше посольство, наше консульство абсолютно бросило ребят. Для тех людей, которые слушают Порошенковскую пропаганду и думают, что посольство и консульство существуют для того, чтобы читать посты в интернете и выбирать, кому помочь, а кому нет, сообщаю, что существует закон о дипломатической службе, по которой консул обязан помочь найти адвоката, постоянно общаться с адвокатом и мониторить ход дела, связываться с родственниками, привлекать правозащитников, помогать адвокатам составлять жалобы в Европейский суд по правам человека, обращаться с нотами к местным властям. То есть у него обязанности очень большие, более 20 пунктов. Я читал эту инструкцию специально для консула. Он за это получает высокую зарплату, очень высокую пенсию, он за это получает разные льготы. Вместо этого они занимаются полной ерундой. Только на 12-й день они после приезда 3-го народного депутата Украины сюда посетили эту тюрьму, после чего ребята попросили, что этих ФСБшников больше всего не пропускать. Особых у него претензий есть к первому секретарю посольства нашей в Грузии, который вместо того, чтобы спросить, как ваши семьи, все ли у вас есть, нарушаются ли ваши права, они сначала дали интервью в газетах, что права их не нарушаются, хотя они с кем не общались, а потом они здесь выпытывали, с кем они контактируют в Украине, какие планы оппозиции в Украине, что ребята делали там, что ребята делали тут. Ну и с намеками на то, что вы чуть ли не террористы. Поэтому я обращаюсь к этим ФСБшникам из нашего консульства и посольства. Я лично прослежу за тем, чтобы вы получили по заслугам, абсолютно в правовом режиме. Вот я записываю у вас блокнот и буду лично контролировать, чтобы когда вот эти ваши покровители уйдут с банковой, пинком под зад им даст народ, чтобы вы лично не занимали больше эти места, потому что вы не достойны ни этой зарплаты, вы не достойны ни этой пенсии, вы не достойны этих квартир. Большое спасибо хочу сказать послу. Не его функция навещать, это функция консула, но он тоже отнесся достаточно доброжелательно, передал украинскую литературу ребятам, потому что здесь только грузинская. Значит, что еще хочу сказать. Кроме всего прочего, наблюдая за тем, что происходит в Украине, я думаю, если бы ребята были на свободе, они бы тоже очень удивились. Месяц назад ввели военное положение. Порошенко с пенной у рта, кстати, вот, покажите реформы нынешние. То есть после ухода в Саакашвили у нас в Грузии, в нашей братской Грузии, и нищета рассвела, и, к сожалению, пошла во всей этой реформированной полиции, во всех реформированных органах, пошли уже российские нововведения. Что кто не знает, здесь был скандал недавно о том, что якобы министр внутренних дел Грузии граждан России двойное гражданство имеет. Я не знаю, правда это или нет, мне это особо не интересует. Я надеюсь, что все-таки будет по-европейски решаться этот вопрос. И не будет больше подкидываться никаких доказательств. По поводу Украины. Значит, ситуация достаточно простая. Значит, месяц назад ввели военное положение. Порошенко рассказывал с трибуны о том, что сейчас, на пятый год войны, у нас действительно угроза полномасштабной агрессии. Он забыл тогда про Иловайс, про Дебальцева, про гибель наших бригад в 2014 году возле границы, когда их лупили градами со стороны России. Для него военное вторжение почему-то пошло за три месяца перед выборами, когда ему нужно срочно было доказать, что он не вор, а борец за Украину. И он ввел военное положение. Тогда очень большое количество парохоботов, продажных проституток, лидеров мнений, которые, как информационные проститутки, загаживают мозг с олиграфических каналов телевидения людям, рассказывали о том, что мы гордимся своим президентом, что наконец-то ввели военное положение. Лучше поздно, чем никогда. Положение ввели на месяц. И мы видим, что за этот месяц максимум, что было сделано, это проведены сборы резервистов, которые должны проводиться и во время войны, и вне войны, и с военным положением, и без военного положения. И что я вижу сейчас? Под Новый год, вместо того, чтобы продлить военное положение, ведь такая серьезная угроза существует. Терченский пролив. У нас на прорыв сейчас пойдет Порошенко во главе с нашими моряками. На прорыв туда. Он пропиарился уже на каждом телеканале. Рассказал о том, как он защищает Украину. И под конец года, вместо продолжения военного положения, что у нас происходит? Корпоратив БПП, роскошный в центре Киева. Порошенко на день рождения, где на юбиле, у Луценко, генпрокурора. И после этого Верховная Рада распускается до 15 января, и депутаты уезжают просто-напросто на Сейшелы, на Багамы. Я не буду всех судить под одну гребенку. Я знаю, что есть несколько десятков человек, людей, которые точно так же, как и я сейчас, плюются, которые точно так же 4 года требовали военного положения, чтобы наши воины были защищены юридически, чтобы все силы страны были кинуты на отражение российской агрессии. А вместо этого вот такой опереточный плевок им в лицо перед выборами. То есть, получается, все цитаты Порошенко о том, что нужно защитить украинского воина, ввести военное положение, потому что без военного положения украинский воин может быть привлечен к ответственности. И, конечно, многие сейчас люди так сидят. Проверил документы, незаконное истебление документов. Зашел в дом, потому что там считают, что там сепаратисты находятся. Незаконное проникновение в жилище. Кого-то обыскал, проверил, не наводчик ли это, не корректировщик ли каких-то минометов. Воровство, грабеж. И по требованию прокуроров, в том числе таких прокуроров, как Матиос, бывших по Сипак Януковича и нынешних коррупционеров, и сейчас масса таких людей сидят в тюрьме. То есть, получается, у нас месяц прошел, и больше в защите наши войсковые не нуждаются. Вперед на Сейшелы, вперед на Багамы, вперед воровать. Еще раз, я знаю, что есть масса депутатов, несколько десятков, которые точно так же, как и мы, требовали военного положения, и точно так же, как и мы, сейчас они недоумевают. И я хочу сказать, что это плевок лицо, прежде всего, тем, кто защищал Украину. Кто сейчас находится в Белийской тюрьме, те люди, которые находятся сейчас по тюрьмам, это более 8 тысяч человек украинских, по разным обвинениям, в том числе из-за того, что не было введено военное положение. Это плевок тем, кто сейчас на гражданке, кто сейчас уехал из страны зарабатывать деньги, потому что не может найти в Польше, в Канаду, в США, в Италию, не может найти заработок нормальный в Украине. Это плевок тем, кто сейчас на фронте. Военное положение нужно для того, чтобы отражать агрессию, а не для того, чтобы облегчить войсковым, дать им больше прав, для того, чтобы объединить всю страну на отражение этой агрессии. Вместо этого у нас в пятый год войны нету патронного завода, ни одного, мы закупаем за рубежом все эти патроны. Строится патронный завод «Форд» для полиции, у нас деньги, которые выделяются на оборону, почти половина идет. На карательные органы, а не на Министерство обороны. У нас очень большая нехватка личного состава, срываются мобилизации и призывы, тотальное воровство, сплошные взрывы складов, нераскрытые котлы и вот такие фейковые военные положения. Я буду голосовать, как велит мой долг депутата, за военное положение, если нужно его будет продлять, однако я вижу, как верховный и главный торгующий им пользуются. Но, к сожалению, я не могу это сказать с трибуны Верховной Рады, потому что я вынужден сейчас находиться в Тбилиси. И раз государство бросило хлопцев, то их не бросим мы. Большое спасибо от ребят, от их семей, от всех тех, кто беспокоится о их судьбе. Вам, люди, даже тем, кто просто за них помолился, тем, кто сделал репост. Информация, это очень важно, что вы видите, как заливали их дерьмом с провластных телеканалов. Большое спасибо тем, кто помогал финансово. Низкий вам поклон. Я абсолютно уверен, что на этих ребятах система российская, которая пустила корни в Украине, пустила корни в Грузии, обломает свои зубы. Я абсолютно уверен, что они выйдут, абсолютно без всяких обвинений, приедут в Украину, вернутся в свои семьи и продолжат свою борьбу за свои права. Они свой выбор сделали еще в 2014 году. Они не сидели на диванах, они пошли добровольцами, пошли на Майдан, и они продолжают оставаться активными гражданами. При вашей, люди, поддержке. Большое спасибо. Слава Украине. Программ слава.